Блин, а можно на мою инструкцию? Ничего не вижу, ничего, буду убрать. Управление устройства. Так, там две кнопочки есть, что за кнопочки, расскажите мне. О наушниках. Гелочки. Сладких снов, моря, дочек. Будет приятно, тебе ты будешь почаще заходить. А ты не заходишь. Ты, наверное, чем-то другим занимаешься, даже не знаю, чем. Да, спасибо. Согласование, руководство. Если в других наушниках попробовать. А, кстати, да. Я когда подключаю AirPods, вы тоже меня не слышите. Вы слышите меня через телефон, а не через наушники. Это в приложении дело, да? Это в приложении. Я помню, я подключала AirPods. Если бы я с них, с них был микрофон, вы бы сразу это заметили. Но мы общались нормально. Много очень сенсов. Да, очень много. Я просто, я не знаю, где мне сейчас наушники, чтобы их найти. Я бы попробовала, но я не знаю, правда, Диане. Но я помню, я помню, в городе стримила, я подключила наушники, чтобы слышать все звуковые эффекты и донаты, если что. Микрофон не работал у них тоже. Кнопка включения и кнопка, типа, настраивая, наверное, в приложении можно что-то настроить. Интересно, что ты настроишь этой кнопочкой? Все сенсором настраивается. Два раза постучишь, будет одно. Пять раз постучишь, вообще, блин, выключится. Не знаю. И еще что-нибудь. Классно, короче. Ой. Что-то открыла, не то. Так, камера. Повернуть фронт. А, вот вид экрана. Чтобы Bluetooth микрофон работал с призмой, а то не очень получится. Микрофоны работают, микрофоны работают. Но у меня такой вопрос. К айфону нельзя подключить, да? Два Bluetooth устройства. Потому что, если я подключу микрофон в зале, то, скорее всего, буду без музыки. Нельзя. Я даже ответ знаю. Можно к... Даже вроде к компу нельзя, к айфону, подключить. Две пара наушников. Нажмите кнопку AirPlay в пункте управления. Сделать это можно. AirMusic или экране блокировки. Нажмите кнопку поделиться аудио. А мне не наушники. Можно подключить два Bluetooth. Можно подключить два Bluetooth. Блю-ту-с-у-с-у-с-т-рой-с-т-ва. Должно. Да. Я сомневаюсь. Тут только наушники. Как подключить два наушников? Два устройства через Bluetooth. Можно ли подключить несколько устройств по Bluetooth к телефону? Даже не стоит. Однозначно можно. Другого типа устройства клиент. Это подключаемый гаджет, координатор, наушники, динамику, клавиатуру, мышцы, всех принтеров. Их возможно только активное подключение. И от одного до пяти сопряжений. Это что получается? А как? Как? Да? Я не знала. Ладно. Айфоны мне нравятся еще больше. Чуточку больше. А я не знала, что так можно. А как? Как это сделать-то? Ладно. Это потом. Когда, может быть, к нам придет посылка. Окей. Он мне говорит, позвони завтра на почту. А что я им скажу? Скажите мне. Что я скажу на почте? Здравствуйте. Моя посылка не двигается. И что? Проверьте ее, сходите. Подключите реагирующие на донаты. Классно. При стриме через родное приложение... Так, вопрос. А при стриме через родное приложение Твича такая же лобуда? Нету. Я не знаю, может, что-то изменили. Но я сегодня видела статью, как начать стрим ИРЛ через сам Твич. Я делала все по инструкции. Нету такого уже. Ну, или, может, есть, но не у русских. Нету. То есть там написано. Заходишь в настройки и включить ИРЛ. Там нету такого у меня вообще. Как ты думаешь, почему все русские стримят через призму? Все. По трекингу застряло, а по времени уже должна быть у вас. Окей. Может, у них реально просто какая-то партия посылок просто не отслеживается? Там же просто коробка. В этой коробке куча-куча-куча. Они же коробку сканируют, и все остальные там автоматом появляются в базе данных. И, может, просто какую-нибудь коробку не отсканировали? Я буду надеяться. Еще в бассейне и купальнике. Офигеть. Можно пары создавать. А если, допустим, я сюда прикреплю микрофон и сделаю супер максимальную громкость, вы все равно не будете слышать музыку? Грустно. С наушников или также с телефона? Это когда? Когда они мне звонят? Или что, не поняла? Пристреми через родное. Так, подожди. Пристреми через родное приложение. Отвечай, нету родного предложения. Короче, я тебе не отвечу на этот вопрос, потому что я тебе ответила, что через твич невозможно стримить. Поэтому на вопрос, подключаются ли наушники там или микрофон, я не отвечу. Дыхание. Привет. Просто начали перезаказывать свои сгоревшие резинописи на СВБ. Вот и почта. А, не, почему почта никак не связана с Валберисом? Не должно быть такого. Все, вас узнал, не кусает, не обруса. Я поражаюсь, когда люди не сразу соображают, о чем я говорю. Да я не кричу, ты что? Нельзя, нельзя. Так было бы все проще. Но призма удобная, здесь много настроек классных. Так что будем стримить через призму. Короче, я их выключаю. Ну что, я устала. Я устала. Я так и не поставила эти яички для салатика. С телефона запустила, потому что мы пытаемся наладить контакт с космосом. Немножко поэтому с телефона. Какая-то песенка прикольная играет у меня. А, оно у меня добавлено. Блин, времени всего два часа. Я захочу кушать. Я уже хочу. Пойдемте яички, поставим яйца. Интернет. А что интернет? Проседает. Не, интернет не проседает. Ну, точнее, у тебя, если только. В нем вроде подключался. Вот с зала. В зале было все печально. Офигеть, вы меня не видите. Сейчас это... Ой, режим фокуса, камера. Я просто в темноте. Так. Это ночной жор. Я, честно, не помню, какие ингредиенты в салате из тунца. Возможно, я даже что-то забыла купить. Но мне пофиг. Пофиг я панк. А где, в чем варить? У меня будут салаты с трех ингредиентов. Ты сегодня и так наполни... Сегодня у нас стремы все в убытке. Так что, извините. Шрам на щеке. Ну да. В этом освещении вы очень хорошо везете. Это в детстве у меня сестра пнула ногой. Она меня так пнула ногой. Так пнула ногой. А что оставила? Шрам мне на всю жизнь. Махач был. Махач был. Жесткий, да. Это было зимой. Это было случайно. Ну, это было не специально, понятное дело. Что за клип ты сделал? Как я в холодильник лазила? Не. Запасная история про шрам. Дралась тигра. Нет, нужно придумать. Да не, не заделывайся. Я постоянно про него спрашиваю. Я про него забываю, а люди про него имеют свойство спрашивать постоянно. Напоминаю. Причем моя сестра не сознается, что это она сделала. Она такая говорит, я сама. Я такая пиздос. Мать. Такие моменты очень сильно запечатляются в памяти у детей. И я это очень четко запомнила. Но она надеялась, что я маленькая, глупенькая. А я маленькая и злопамятная очень. Очень-очень злопамятная. Нельзя, нельзя обижать. Вообще, боже, я такая злопамятная. А нефер меня обижать. Тоже мыслись, блин. Так, четыре яичка. Четыре яичка. Банка тунца, сыр. Думаю, хватит. Да, Минусик? Вкусик. Я забыла купить милки сухой корм. Она очень злится на меня. И она очень на меня злится. Так, яички кипятитесь. Я приду к вас проверю. Ой. А будете ли на кисюшку, если я буду снимать? Кисюнкинс, ты меня хочешь укусить? Ну, конечно же, меня не любишь. Ты лишь бы меня укусить. Да, да, ой, какая. По своим правилам, ну да. Борец была. Ну, моя сестра, она, кстати, моего роста, но она прям реально баба дизель. Она прям такая большая, плотная. Настоящая киса. Обиж, запомнит, отомстит. Ставкина. Не, я более неприятный вариант сделаю. Вместе, да? Пупуськинс. Вредняя Ольга, ты самая вредная кошка на свете. Да, ладно, не самая. С характером. Она, блин, у нее опять эти глазки лосеют. Это от стресса. Чего-то она стрессует, скажите. Ну, типа, вот глаза, если над глазами лосеют, это либо корм не подходит, либо стресс. Корм ей подходит, а вот, видимо, она немножко стрессу ловит у меня. Видимо, это когда мужики придут, соберутся в выходные, орут, тут ходят. Вот она их и боится. Да, Пупуськинс. В прямом эфире. Кошки. Ну, я и могу видать, но я не буду яйца с ума съем. Не понял. Вы попутали что-то? Вот теперь. Она такая, мать, зачем прямиком не пристала? У нее глаза очень красивые. Как это сделать, чтобы вы видели? У нее глаза вокруг черного-зеленое, а сами желтые. Папа! Сбежала, я, значит... Ой, все. Все малину испортила. Да, вареные яйца, но, если я не ошибаюсь, только белок. У меня Мирка ест только белок, она не ест... Мирка не ест... Что она не ест? Она не ест желток вообще ни в какую. Желток. Да. Подумаешь, слова забыла не в первый раз. 5% осталось. Беззубик. Ну, значит, тут беззубик. Ладно, же чего. Новогодний три был как у кошки стресс. Но еще она потом осталась на 2 или 3 дня одна. Пока мы ездили, у нее тоже был стресс. Бракованная. Не, она хер замурлычет только, когда ко мне ночью придет спать. Она очень... Самая характерная кошка за всю мою жизнь. Забы меня. Трогать ее нельзя. Кормить, да. Гладить только, когда она захочет. Ну, вообще. Ой. Ламповый стрим, но надо идти. А я скоро закругляться буду. У меня же подопытный стрим. Я не планировала долго сидеть. Я сейчас сделаю себе салатик. Чуть-чуть почилю. Не знаю, что почилю. Чуть-чуть. Я морально настроюсь на завтра. Ну, как можно так резко сделать? Завтра имплант ставить. Мне нужно морально настроиться на это и быть готовой. 15 минут сказали. Говорит, подготовка будет долго. Полчаса. А потом, говорит, тебе за 15 минут это сделают и все. Я ха-ха-ха-ха. 15 минут. В хозяйку, да. От тебя домашний не хочется. Да, это не последний домашний стрим. Я не знаю, конечно, завтра. Я точно не буду стримить. В пятницу. Короче, я не знаю. Я по настроению и по своей. И в зависимости от пуха шести. Потому что, скорее всего, щека пухнет и течет. И будет синяк. Я не знаю. Надеюсь, нет. Похожая история есть. Примерно месяц назад в унике в столовке покушал просроченный витаминный салатик. Потому что на лекции приспичило сильно срать. Я не успел добежать до этого. Но по пути. Пару раз пухнул. А-а-а. Вытир жопу. Выкинул. О, боже. Я знаю. У меня есть похожие истории. Не мои. А парней. Ну, типа, было интересно. Я тебя спрашивала. Типа, было такое, что приперла. Ну, там реально. Там, говорит. Там все со штанами вести выкинули. Говорит. До дома пять метров осталось. Говорит. Два часа в дороге. Терпела, терпела, терпела. Терпела. Говорит. В автобусе ехала. И так сяду. И так сяду. И так прижму. Говорит. Бегу до дома. Говорит. Бегу. Как могу. Говорит. Мне осталось только в дом забежать. Говорит. У меня все просто. Мои боже. Как я уграла. Сиськи. Да, имплант и сиськи ставить. Вот, да. Отзеркалено. Отзеркалено. Можно было зубы с блютуз микрофоном выбрать. Нет, нельзя. Хотя за 70 тысяч должны были. То есть. Имплант стоит 70, а не 60. Необычное и милое. Я не знаю, почему оно такое сегодня. Так-то я очень злая сегодня. Ну, а что в такой ситуации делать? Реально только, ну, посрать и выкинуть все. Ну, либо отмыть. Ну, вот реально. У меня тоже были такие ситуации. Я, конечно, не обсиралась. Но это вот реально тяжело. Причем, сука, это было в Крыме. Жесть будет отрывать. Я не знаю, что. Возможно, что-то плохое я съела в Крыме. И мы из одного города переезжаем в другой. Это все в течение двух часов происходит. И у меня адски заболел живот. Знаете, именно вот это боль не живота, а боль... Ну, точнее, живота. Но именно, когда ты хочешь в туалет, а не просто живот от чего-то болеет. Нет, это было до чебуреков. Мы с утра... Мы приехали в Крым, мы съели пиццу. И, видимо, эта пицца меня подогнала. Ну, причем я одна. С парнями все нормально было. И я помню, мы идем заселяться в номер. Все, уже 10 часов. Мы хотим спать. Мы простояли на морозе 2 часа. Ну, не на морозе, а под ливнем. Мы ждали автобус, который не пришел. Потом заказали, блядь, такси за 5 тысяч. Мы едем. Мы уже заебались. Вот реально. Такси высадило нас в центре города. Нам нужно буквально 15 минут дойти до этого... До места, где мы сели. А я иду, и я понимаю, что все. Еще одна схватка. И я реально обусруюсь. Я думаю, блядь, как я это объясню парням? Типа, ребят, из... Мне было... Мне было так... Мне так хуёво было. У меня так живот, блядь. А еще я была, это... Блин, короче, в штанах, которые именно на животе, они плотно сидят. Они не давят, но плотно сидят. И эта плотность очень нехорошо сыграла в этот момент. И боже... Меня прижимает. Я одному говорю, блядь, пошли просто... А 10 ночи, понимаете, найти заведение, которое работает поздно, но крайне мало. Работают всякие магазинчики, но в магазин тебя никто не пустит в туалет. И мы просто бежим, я говорю, смотри, где, что работает. Он говорит, вон, типа, что-то какого-то, Макдональдса. Мы забегаем туда, и я... И, ну, мы есть не хотели. Я такая, сделай вид, что ты... Ну, типа, купи что-то на кассе, чтобы я в туалет ушла спокойно, нормально. Я просто иду в туалет, и они говорят, девушка, в туалет только по очеку, там, типа, код, чтобы пройти. Я такая, блядь! Мне дают этот код, и я еле успеваю что-то на снятии, и меня просто... Меня принесло, меня принесло, но это было ужасно, это так было ужасно. Господа, хотите узнать, зачем я вас здесь собрала? Ну, в общем-то, плотину прорвало. Надо кушать, надо было крикнуть. Воды отошли. Сил тебе завтра, терпение, чтобы Чика и все, даже не почувствовала. Главное, спасибо большое. Ну, больно-то не будет точно, потому что сделают анестезию. А вот отходники будут. Это было ужасно просто. Всю кабину забрызгала. Нет, нет. Там все нормально было, но сам факт того, что очень сильно приперлывает самый неподходящий момент. Потому что ты в незнакомом городе, в незнакомом городе у тебя нет интернета. Почему? Потому что, сука, там трафик оказывается в Крыме. О, боже. Вот это просто везение, что это бургерное попалось. Иначе было бы... Ну, я была готова реально просто между домов сесть в кусты. Я была готова на это, потому что было темно. Да, ходили люди, но я даже на это была готова. Бюрократы даже... Как и... Что? Да вообще. Они, ну, видимо, их немного, кто забегал в туалет в телефон. Ой, ну... Левые люди уходили. Они сделали так, что, типа, на чеке написан код доступа. И там реально... И, сука, этот код доступа такой сложный. Там какая-то сенсорная панель. Что-то нужно ввести этот код, а ты не видишь, сколько точно цифр ты ввел. Ввел, там нету экрана. Там просто кнопочки, как домофон, но без экрана. Я такая думала, блядь, а если я лишнюю кнопку нажала, двери не открываются, вы ее еще там-то ебалась. А вы, я выдержала. Злые девушки, милые, не верю. Точно запись стрима могу засмотреть. Я навряд ли сохраню этот стрим, но, может, и сохранить все надо. Наркоз, дубинка по голове? Нет. Нет. Будут уколчик делать. Я помню один раз, когда я просто пришла лечить маленький кариес. Ну, точнее, кариес, который только начал образовываться. Я пришла, мне девушка делает анестезию. Это была самая безболезненная анестезия в моей жизни. А я анестезии боюсь. Ну, именно, когда тебе укол в десну идет, это очень неприятно, это очень некомфортно, это больно. Ни комарик вообще не кусает. Я сажусь в кресло, но я вижу, что она берет анестезию. Я такая, все, я уже все. Я думаю, сейчас будет супер больно, я уже вся сжалась. А она делает мне укол, и я просто почувствовала, как вошла иголка. Все, я вообще ничего больше не чувствовала. Офигенно было. Но завтра будут очень много уколов делать, уколов 7-8 будут делать. Потому что все-таки, ну, где сну сверлить, козе сверлить. Капчу, чтобы посрать. Отменить все светофоры. Да, конечно. Кстати, в Краснодаре много таких худителей, про которых шутят. Типа, у вас что, по носу? Вы на красный свет ездите, и правила не соблюдаются. Вредная пипец, она такая. Да в каком месте вредная? Ты что такое говоришь? Здорово, фиолетово, здорово. Шрам, что ли, на щеке? Да. Здесь. И здесь шрам. Ну, это я... А, или из велосипеда упала, или велосипед на меня упал. А нет, у меня на голове шрам, на меня упал велик. Это я упала из велосипеда, а это сестра опнула. Я вся в шрамы хожу. Легкая рука называется. Да вообще, это было так потрясающе. Хотел сказать ужасно. Не лимонам. А что, лимонам волосы фиолетовые будут? Почему не марганцовка? Перед уколом еще анестетика. Ну да, но это вообще не помогает. Ну, просто тебе что-то помазали, все, вообще ноль реакции. Душнила, капец, эти ошибок. Нашел в оформлении, ты меня выгнала. Это был ты? Господи, ошибка была только вот одна внизу. Кто ее не заметил, вот реально. А качака, это я говорю так, типа качак. Качаки, качака. Не через Е, не через О. Десну. Да, она, говорю, не помогает. Лео, да нет. Все шрамы на голове, да. Ну, на теле тоже много шрамов, очень, на самом деле. Еще родинку покажи, ага. Мне сказали, у меня самая сексуальная родинка, она где-то вот здесь, вот на груди, на снизу находится. Говорят, совсем десексуальная такая. Да. Сейчас пойду. Что там у меня? Я хочу краску показать. Раз уж спросили. Сейчас. Мармонит Полит, мистический индиго. Очень классная краска, очень классная. Это русский производитель. Но несмотря на то, что это русский производитель, она очень дорогая для своей краски. Ну, типа 700-800 рублей, вот это хуй-та стоит. Хуй-та. Но цвет очень бомбезный получается. Он реально, он такой насыщенный, он такой... А, вот, вы сидите? Ну, это я. Короче, видите, у меня волосы уже светлые стали. Вот, они вживой, они реально уже светлее. На камерах, когда я понижаю экспозицию, они, кажется, темнее. Поэтому я собираюсь краситься скоро. Ну, типа все, вот, они снова темные для вас кажутся. Да, блин. Красивая родинка. Для картин. Что? Гарнир. Это самая ужасная краска. Русалка. Да, это называлось раньше по-русски бальзам русалочка. И потом они переименовались в английскую версию. Шрамов точно пора альтернативную историю придумывать. Боевая, вообще боевая. Нравится красивый цвет. Это красительный волос... Что? Краска сильно? Нет. Нет, я скажу так, что мои волосы очень рады тому, что они краске подвергаются. Эта краска, она идет как бальзам. И после краски волосы в самом лучшем состоянии, которое могут только быть. Они мягкие, насыщенные, наполненные, они как-то тяжелые, то есть вообще пушка. Если краситься хорошо с головой, там к мастеру сходить волосы обесцветить. Чтобы покраситься фиолетовый, нужно обесцветить волосы в белый. Иначе на вот такой темно-русый цвет, как брови, с краской не возьмется. Нужно сделать белые волосы, то есть подготовить их. Вот. И потом ты красишься уже этим, и волосам очень хорошо. Соска нерявок. Соска нерявок, револьно. Не. Блин, не помню. Короче, в школе был такой инцидент. Я тогда бегала за мальчиком. Ну, я в 11 классе бегала за мальчиком из 9 класса. Ну, это с которым 5 лет встречалась в итоге. Вот. И у меня в классе чуваки это пронюхали. Так, ну, иногда подшутили, шутили, издевались как-то. И был такой случай, что я выхожу из школы, и там что-то стоит толпа людей. Ну, толпа моих одноклассников и других, куча людей из других классов. Я прохожу мимо со своей подругой и просто ухожу домой. Вообще ничего не обращаю внимания. И потом мне вечером пересылают сообщение, что моей подруге пишут, типа, мол, ну, ее зовут Женя, а меня зовут Саша. И говорят, типа, что за твою Сашу морду пацанам бьют? Женя, ну, моя подруга, мне это перекидывает. Я так думаю, блядь, господи, хоть бы не мой мужик, который не нравится, за которым я бегаю, чтобы ему морду не надрали. В итоге это был не он, это было бы странно, если бы ему надрали в морду. В итоге, как получилось, мы когда выходили из школы, там стояли мои одноклассники, которые как раз таки угорали с того, что я за мелким бегаю чуваком. И стояли девятиклассники или десятиклассники. Короче, они меня назвали соской или как-то. Ну, то есть, когда только еще это не входило в моду, вот, соска нереалка, сейчас звучит как бы как комплимент. Но как-то именно с сосательным словом меня назвали соской, типа, соска, я не помню, но это было именно в оскорбительной форме. Сосалка, нет, не сосалка, в том-то и дело не сосалка, соска. Короче, назвали меня так, и одноклассники, которые, ну, все надо мной играли, они просто взяли в морду наебались. Чуваку, который это сказал, я такая думаю, ой, как приятно. Мы вообще с этим одноклассником не общаемся, он никак реально на меня не реагирует. И типа еще шутил, что я за мелким бегаю, а тут он взял и за меня заступился. Так приятно было. Ну, это самый качак у нас в классе был, он даже на уроках хавал гречку с курицей, он прям реально такой качок бородатый, бородатый в одиннадцатом классе. Ну, так приятно было. И поэтому для меня вот эти соска всякие такие, ну, ты просто написал комплимент, что говоришь соска, нереалка. Не скажу, что я прям люблю это слово. У меня на него триггеры. Обратно переменовывать импортозамещение. Да зачем, классно. Бальзам русалочка звучал куда хуже, чем вот это. У некоторых девушек почему-то в 20 волосы начинают выпадывать, или как Мия приходится парики носить. Это нехватка железа, ферритина. Ферритин, железо отвечающее за рост волос и ногтей. Нужно, я, кстати, хочу сдать анализы на ферритин, потому что у меня волосы медленно растут. Вот. И, ну, как только сдам, если мне пропишут, там, не знаю, курс таблеток по железу, то все. Здравствуйте, волосы и ногти. Втайне был влюбен в себя? Нет, он с другой девчонкой встречался. Трение прошло ужасно, ужасно. Это все из-за интернета. Крылатая фраза, я не люблю сосками называть. Сейчас приду, я проверю яички. Яички, ребят. Я забыла, я в голове ходила, я забыла сходить. Чего, им нужно 10 минут, да, покипеть? Это риторический вопрос, не обязательно отвечать. Коллаген, кариатин, коллаген это бесполезный и супердорогой белок. Ну, коллаген, ну, реально. Бородатый в... Ой, бородатый нельзя в школу ходить. Ну, если у парня-то со сторон пер, что ему сделать? У него была борода. Ну, не прям не такая, но где-то вот такая вот может. У меня был секс с... С четыркой. Я из ручника держала. Уф! Уф! Блин, так и вспомнила, как у мамы была четырка. Она на ручнике пыталась тронуться с места, у нее не получалось. Потом мне подошел мужик и говорит, девушка, ручник опустите. Кто-то моя боялась с мамой на машине ездить. После... Ой, последние яйца с полки взяла. В нашей стороне особо вообще... И, возможно, на этом не закончится. Прикиньте, если еще дороже будет. Все, дальше. Дорожать, да, кисунчик? Кисунчик, 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 моя малышечка. Ну, че хочешь? Ну, че питьим? Скажи, че мне на руки взяла? Потому что я не хочу на руках. Не хочет. Выгнали. Ну, это сейчас так. Может, зависит где-то поясик на бороду. Ну, меня за цветные волосы ругали, за бороду не ругали. От завуча директора. наручники столбиком наваливать нельзя мне древко все столбы мои не это ощутимо опасно а то они сидят на руках блин заверну надо было просто про тесто задвинуть чему оказывается протеста тесто тесто еще в тебя ругали заборду у меня заборда и рвали меня ругали за волосы еще у меня была очень токсичная подруга овощи токсичная я не могла ни с кем общаться я не могла там блин был как-то случай я не понимаю почему но был какой-то случай что я пришла на первый урок она второй она на первый пришла возможно из-за подготовки к экзаменам из-за того что мне не нужно было идти на первый урок я пришла сразу на второй я пришла и она такая блядь ненавижу ее в морду до сих пор ходила такая типа че а я еще в тот день ну я ходила блондинкой а блондинки используют всякие бальзамы голубые то есть они оставляют оттенок чтобы не желтели волосы и я и в этот день как раз с утра использовала бальзамы мне волосы отдавали голубизной такой она такая сестра красилась гулять ее вещи максимально ужасно и по другому его зацветную бороду хочу себе альтезу приятные как внешне так и вот не знаю как выглядит это да черненькая да да но наконец ну блин понятно было почему она не всегда злилась но первое у нее такое воспитание ужасно то есть она сама по себе эгоистка токсичная и второе ну школе то мы всегда были вместе но если мы в городе тусуемся ну в компаниях где мы были если она тусуется одна у нее всегда спрашивали где няшная блондиночка типа это было я няшная блондиночка няшная блондиночка меня так называли не знаю почему и и всегда это спрашивали и всегда парни знакомились через нее со мной и блять ее так это бесило она просто вот она общается начинает с парнем да он и начинает нравиться и потом этот блять хуясос извините спрашивает а сейчас твоя подруга можно погулять да и контакты блять какой нормальный парень будет так делать он же понимает что девушки обидно типа либо ты сразу пиши который тебе нравится либо либо хуй в рот блять заткни и вообще никому не пиши но это постоянно постоянно это было она меня очень не любила за это няшная блондиночка не знает она зеркали ответ арбузеры вдруг ни разу на физру шараги не ходила на первом курсе первом семестре пришел на зачет а ему препод говорит а ты кто реально чё пришел школа лоху ли там вообще и мне так неловко всегда и противно из-за этого было ну то есть как бы где ваше воспитание мужики ну типа вы же понимаете что девочки будет обидно тихо ебёт обеих не спрашиваю нормальные потихо или какая симпатичная стена но это если что нет не относительно меня не было такого сказали няшная блондиночка не знаю почему но это не я сказала это меня в компании нефоров называли типа няшная блондиночка из комитерна ну это где жила обижаться она на тебя будет да да в том-то и дело она обижалась на меня не на парень на меня а я уже не при делах было за разом и французский компания нефоров ну да мы тусили с компания нефорами в городе вот они же там все-таки прикольные классно стеки под бои вот она одним и появалась за гаражом злобоёбом которого жена и дети ёбнутая мумов нет за гаражом я еще ну реально но она когда это ну когда это произошло это было летом они за гаражами типа он отшел посадь так получилось что они поебались за гаражами он всегда пухой был как тебя нет я другую форму решила сделать вот и она мне сразу звонит после этого дела говорит саша саша а такая что ну вот вот этого ну вот я вот ну типа не девочка больше такая говорю чё типа ну как классно было больно и он такая говорит саша ничего не почувствовал вообще ну да можно будет удачи по кудач я и времени застекла наверно 45 минут выключать ну типа за гаражами с каким-то алкашом у которого есть жена ребенок загрещена братья не почувствовал но у них недолго песня пела уже не баться могли только на улице по что ночью жена у него дома завтрак стоматологу пойдешь делать вот мне будут ставить имплант а через два месяца коронку на имплант а день прошел так нормально тренировка прошла как бы охуенно но не настолько насколько бы могла интернет все испортил ей сколько было до лет 15 или 14 да я не знаю что-то вспомнилось так слова тёлки кровищи в гаражах баб еще и распиздеть тут же надо тогда она 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 сам не говорила она со школы с уроков сбегала уже к другому мужику тоже ебаться а ну моя подруга ну как бы девяносто шесть килограмм что вы понимаете но слышать не он слышать такая она лицо то милая ну то есть кареглаза и темненько таким мужиком нравится но вес имеет вот для 11 она со школы сбегает и говорит саша он завязывал мне глаза ставил я на четвереньки ну и валясь они короче говорит саша так хочу союз ты не понимаю что такой недотрах 11 класс 10 11 класс ну а я там ничего были 18 лет там только начала этим всем жить и как бы да я ее не понимал кассажин ты не понимаешь говорит это хоть родил дак был просто коньячий у нее у нее то нет привет моя алиса стрелы чудес здравствуйте в 14 лет не почувствовать там удавов кормила блин почему причем тут она там мужика европейская мелкая была в понедельник формирователь десны только ставить будет еще с ним три месяца ходить блин ну вроде бы у меня здесь но все хорошо если мне план будут ставить слова гаража детственность вот честно я давно наверно по анализ создать более чем-нибудь детственная плева бывает тонкой не чувствуется девушек как рвется и может порвать даже при прыжках до плюс я это кстати говорила несколько стримов назад о том что да как вы думаете у девушек как идут месячные в плеве есть дырка изначально ну иначе бы месячные оставались бы в девушке не выходили бы вот и плевами свойства растягиваться когда девочки занимаются гимнастикой танцами там через козла прыгают или на шпагата садятся вот реально и при этом ну поэтому в большинстве случаев девочки при лишении девственности ну крови нету какая блять кровь и потом еще вот этот маркетинговый ход а-ля восстановление девственности девственные плевы что ты блять восстановишь там от плевы ничего не остается уже у девочек там лет 14-15 чего там восстановите но если девочка реально нифига ничем не занимается ну то там да да наверно есть что проводит александр да зовут не выдумывая история которых невозможно молчать да это реально угарно почему того мужика и остальных не посадили какое совращение она сама прыгала к ним удивительно что это именно твоя подруга ты ничего не хочешь нам поведать о себе александра а вот теперь момент моя подруга отличница в школе лизала ну подлизываю учителям чтобы хорошо закончить школу отличница работа сейчас пятерочки на кассе и я троечница которая 18 лет лишилась ну лишилась а невинности с любимым человеком и партнеров мне было меньше чем рук на пальцах на пальцах ну вы поняли здравствуйте здравствуйте контекст был так потеряла если она не почувствовала при решении то понятно а если она уже была мертвой не по я чётку доберешь влюбился тебя на это хорошо зашив а откуда зашивают проход крови то не будет как в первый раз чё там зашивать а как и месячный будете три волосинки выдело у партнеров у меня только пальцы 18 норм довольно в любом вот не хотя ладно 14 не норм как бы все равно мне кажется организм более подготовлен уже после 16 плюс минус на двух пальцах зачем она старалась училась чтобы работать не знаю не знаю но это у нее воспитание мамы такой типа если моя мама меня воспитывала так что типа саша ты учишься для себя получаешь тройки для себя пятерки для себя учиться тебе то и я живу жизнь так как я хочу а у нее мама обязательно чтобы пятерки чтобы потом эти красный диплом получать но по итогу от красного диплома ничего и нету уже второй раз замужем 26 лет нам 20 она второй раз замужем уже да потому что она реально у нее другой мужик раньше был один мужик потом резко поменялся на другого почему она замужем выходила фотки выставляла одна моя бывшая говорила что она потеряла девственность после падения на велосипеде чтобы он так сильно ударилась об сидение не это реально такое есть плюс нужно учитывать как это биологическую особенность организма я не знаю наверное плевы тоже у всех индивидуально ну формируются и блин гимнастика велосипеды и лазанье канатом это все ведет к тому что плева растягивается ее просто потому что поняту по диких хламидиями прессики отличница в 14 лет ебалась я о чем и говорю на всех работает строгостью воспитания детей нет на удивление нет вот я она всегда не предохранялась или к женщина для этого ребенок школьные отличники кстати хуй вас так жизни приспособлены да да а почему знаешь почему потому что отличники привыкли ну как сказать что они все просто выучат сделают как сказано написано и все отрочники почему в жизни более приспособлены потому что они научились списывать и выкручиваться выкручиваться чтобы их не отпиздили школе с плохие оценки и выкручиваться чтобы списать лишний раз чтобы там у тебя был бал не 1.5, а хотя бы там, не знаю, 3.9. Родители, наверное, гордились ей. Да, без отца Русла. Типичная ситуация без отца. Отличники не готовы рисковать. Наверное, об этом и хорошо, что я была ударницей, но благодаря подруге я просто у нее все списывала. Ну, и не только у нее. Много где списывала атаки, а еще троечница, я считаю. Живут по шаблону, да. Причем вторая отличница в классе тоже самая. Отличница, да. Ее так любят учителя до сих пор. Придешь на встречу выпускников? Господи, Фикусе, самая лучшая наша девочка. Ты так изменилась, а ты смотришь на нее, блядь, вот человек, какой был в школе и какой остался, нихуя не изменилась. Эти же ресницы, эти же челки, эти же глаза, эти же кривые зубы. И просто я, которая гадкий утенок в школе, и которая какая сейчас я стала, как минимум я выровняла зубы и покрасилась, и фигуру себе отрастила. Вообще, и типа а, Саш, привет! Нет! И... Ой, блядь! И тоже с хуи, ни хуя сейчас живет, хер пойми, как, где и зачем. Работает в банке в ДНСе, типа кредиты, когда оформляют на телеке, на холодильнике, там работают. Яйца... Карл, они лопнули! Карл, они лопнули. Они лопнули. Ну, это не страшно. Но мы никого не ожидали. Да, сейчас я их уберу. Ай, шрам на скуле от костюма? От какого костюма? Капец, за яйца капец, как все переживают. Спасибо, что напомнила. Иначе как? Иначе еще никак. Ой, милусик, бамбусик. Ой, 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 все падает. Сейчас будем салатик делать. Подождите. Я микрофон отключаю, по песни схожу. Не могу терпеть. Сука, как тебе отключить? Субтитры создавал DimaTorzok Мира орет, хочет есть. Че не можете кошку покормить? Достали, блин. У нас че еды нету? Так, что там? Не лопнул? Нет, не лопнул. Мне душа, Катя. Ой, тоже яйца хрюзроваться, небо. Нравится? Конечно, как? Я не могу не нравиться. Че, у многих яйца лопнули. Так, отличник был с девятого класса, попробовал алкогольный, но такой немного приписанный был, типа правильный. А потом начал с алкогольную жизнь, пару попыток суицидов, дурки. Рассуждаем. Полежать успел. В общем, троишники более успешной в жизни. Да, реально, да. Люди, в которых никого... 14-й про, да. 14-й про. Люди, в которых не верят, достигают больше цели, чем те, на которых делали ставки какие-то. Я, знаете, сейчас схожу музыку погромче сделаю. Привет, Андрюша. Подожди, какое число? У тебя же отпуск, да? Да. Что, Мяу, давайте чуть-чуть корма нам. Я не буду терять, задавать мне яйца для салата, понимаешь? Не могу. Это таблетки мне прописали, чтобы пить для имплантации. Ты сможешь сохранить стрим? Хорошо, сохраним, потому что я стримлю дольше, чем планировала. Салат с курица. Хотите, какой-то чё покажу? А как я покажу? Подождите. А, да ну зачем ты опять так сделал? У меня тут это, ну, да блин, не могу ногтями попасть. У меня тут это, ну, не уменьшается. Не уменьшается. Тут, вот тут, вот так вот, это киси. Но тут вот так. Ой, это коммуналочка. Ой, это много коммуналки. Это... Ну, буха. Буду-ка лежать. Место в холодильнике нет, приходится на окне. Не, не поделюсь. Это мне. Это мой набор. Знаете, что такое маслонабор? Это меня так мама любит. Если честно. По имплантации 70 выходит. Киндером поделись. Отработаю потом. Интересно, каким образом. Так, отстаньте уже от отличников. Среди них тоже иногда попадаются нормальные расписи. Тогда, ну, это прям редкость. Попадаются, но их прям очень мало. Теперь узнаем, что Сармат отличник. Гущенку. Блин, гущенка вообще два часа варится. На этом что-то мама пишет. Блядь, я воду-то знаю, холодную. Боже. Они же не остыли. Это все из-за вас. Чего вы меня отвлекаете? У меня ничего не остыло из-за вас. Я забыла, что их нужно в холодную воду замочить. Шоколадка меня всего на вер... Да я только с чаем не пьем. Песок. Что из-за вас собираешься? Теперь будем устужать. Типичная женщина. Да. Мужчина. Да, я буду все из-за всех бедов виноват. А что, блин, вы со мной говорите? Я и забыла со мной яйца охладить. Ну, теперь не горячая. Я редкий, да. Ты экск... Ковар. Да, это все из-за того, что я в туалет хотела. Это в туалет. Короче, да. Как это? Эксклюзивный? Телес эксклюзивный, Сарма. Хорошо. Так, шо мы делаем? Мочим. Так, нужно яйца есть. Надо достать сыр. Сыр. Merry Christmas. Переведите мне надпись. Я человек, который не особо шарю в надписях, но... Типа, не мой стиль? Рождественский вайп? Или как это переводится? Ну, я это так перевела? Знаете, а... Когда в зубах полмиллиона, грех не улыбаться. Я вот реально, мне кажется, даже больше уже денег в зубах. Чем полмиллиона. Главное, Венеры больше не ставить. Да, правильно. Фига, я знаток английского. Не кради мой рождественский вайп. Не кради? Don't. Подожди, а где ты увидел слово кради? Стайл. Где тут красть? Don't. Где тут красть слово? Не кради мой рождественский вайп. А, красть? А, стиль по-другому? Ладно. Ладно, я не договорю. Ладно, мы херово знаем английский. Так, мне нужен сыр. 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 А где сыр? Эй! Что, в магазине? Нет. Ладно, сыр на месте. А, стиль, стиль. Полумиллиона, 11 тысячи шизей. Ага. Ты думаешь... Ты думаешь, я за раз потро... Тать, он на неделю лежит, ему хорошо. Я думала... Офигеть. Я его случайно нашла. Далеко очень. Слово стиль. Да всё я поняла! Всё я поняла. Я лох. Я не о том подумала. Так, нам нужно большое ведро. Англича. What? My English Larry is bad. И тёрку надо. Расстрочка у меня дай полмиллиона. Каждый месяц по 20 дней. А ещё у меня нету полмиллиона, чтобы тебе дать. У меня ещё тёрка сломанная, не смотрите. Что у меня тут есть? У меня есть багет. Он уже 6 дней лежит. Он заколебал, он не портится. Что за хлеб такой, который не портится за 6 дней? Мы его в тофть пихали. Да, я запускалась, но очень плохая связь была в школе. В школе. Связь очень плохая была в зале. А он не заплесневел, он нормальный. Он просто сушится. Он не портится, он просто ссыхает. Бессмертно. Ну вот реально просто, что добавили, блин, что добавили в хлеб, чтобы он не портился. Это же бред. Ай, не горячий. Блин. Химоза. В том-то и дело, что по составу химоза вообще... А как я такими ногтями чистить должна? Вот это проблема, девушек. Я поменяла форму ногтей, я ничего не могу делать. Ни печатать, ни чистить. Боже, как это делать? Как это сложно. Да мне так захотелось багета. Просто в Новый год я взяла багет для красной икры. И он был таким хрустящим, свежим. И я такая взяла еще раз багет. И три дня его не ела. Зачем взяла, не знаю. А теперь ем. Теперь ем. Ну-то ему чуть-чуть осталось. Одна четвертая. Новая жизнь. Обычно так говорят с волосами. Знаете, когда девочка расстается с мужиком, она резко меняет свой стиль. Ну там волосы отрезает, перекрашивается. У меня, кстати, так не работает. Ау! Я не хай... Ааа! Ох ты, письюна! Фу, изюма вода вытекла, было горячо очень. Корешку. Я слишком долго трачиваю волосы, чтобы... Ааа! Блядь, он попизил опять. Я слишком долго трачиваю волосы, чтобы корешку... Блядь, муфс! Извините, а! Что делать это, а? Мне ненавижу красные помады. Вообще, мне не нравятся. Они выглядят слишком дешево на девушку, зачастую. Нужно, чтобы себя девушка подобающе вела. Та, знаете, такая... Вот реально статная девушка была, чтобы... Чтобы я пошел в красный цвет помады. А зачем меняться ради кого-то? А ты не ради кого-то меняешься. Ты меняешься, потому что... Ты меняешься, потому что у тебя эмоциональный фон очень сильно страдает. И ты такая, нужно что-то сделать. И что ты делаешь? Ты берешь и меняешь волосы. Потому что волосы... А знаете, как девушки ассоциируют? Типа, они отрезают там 30-50 сантиметров волос. Они отрезают прошлое. Ну, это так девушки ассоциируют, реально. Без косметики. Естественная красота — это кайф. Спешу тебя огорчить, что девушки красятся естественной красотой. И ты не поймешь, что это естественно. Это называется макияж в естественном стиле. Вот такой нюдовый макияж. Память волос. Ну, да. Ну, по их логике, нужно тогда вообще как бы на лосо бриться. Потому что волосы-то остаются. Ну, вот отрезать вот эту вот часть. И что? Типа, отрезаю прошлое, серьезно. Хуйня, девочки, не страдайте. Сейчас вкусный салатик поем. У меня какая-то музыка, знаете, такая... Когда тебе нужна мотивация, или ты потерял свой путь. И тебе нужно встать на верную дорогу. И играет вот эта музыка вот такая. Чтобы духом не падать. В общаге варили сгущенку. Забыли ее? Банка взорвалась. Загадила всю кухню. Хорошо, что никого там не было. А мне мама часто в детстве варила сгущенку. Я понял, она варится часа два. Ну, это вкус детства прям. Это очень классно. Она так заботилась об этом. Почитал паспорт импланта. В общем, сам имплант. Тридцать девятьсот вышел. В районе десятки. За все анализы, процедуры, уколы и так далее. Отдал еще. И сейчас восемь, завтра мирователь. И десятка за вскрытие сны. Потом все обратно зашел. Уколы, рентгены. Потом еще пятьдесят за коронку. В общем, сто. А мне, кстати, когда говорили все, то семьдесят тысяч это все. Это все рентгены, все анестезии и коронка. Ну, типа все это входит. В ходячих мертвецах бесила лысая Бобей, когда ее зомби сожрали. Блин. У меня прям плохая ассоциация с этими ходячими мертвецами. Уродский сериал. Ну, точнее, пару сезонов нормально, а дальше все пошло по жопе. Орешки с вареной сгущенкой нет. Формы для орешек не было, но орешки ела, потому что их делал кто-то из семьи. Ну, там, тетя или бабушка кто-то их делал. Я помню, бабушка еще пекла печенье в печке. То есть у всех в деревне были печки. Бабушка пекла. И она достает из печки печенье, и оно пахнет на весь дом. Еще пюрешку варила. А у меня тогда был насморк, она посадила меня головой вниз пюре хунюхать. Ну, с течением года цены поднялись. Это нормально. Первые три сезона. Да, вот. Я, наверное, три сезона посмотрела, и все. Лос тоже прикольный сериал. Он тоже тягомотный и затянутый. Не порежься. Сармат, ты знаешь, какие у меня тупые ножи? Реально нужно тачилку купить. Я просто как-то покупала одну тачилку маме. Мне она не понравилась. Я с Валбериса заказала какая-то уродская, блин. Поэтому нужно искать нормальную тачилку. Не за 300 рублей. Сделай сальто. Сейчас, подожди, салат доделаю, салат сделаю. Подожди, подожди. Ждешь? Жди. Лишь бы сериал предложить и бездушно уж как-то... А, сериал продолжить. Проблема многих сериалов. Вот никак не могу досмотреть. Ассасов живых. А я досмотрела. И такой конец странный. Такая, в смысле? Это конец? Нормально тачил? Или да? Ты хочешь яичко? Я подумаю, что с этим придумать, ладно? Но пока не надо. И выключаю. Сериал извне классный сериал. Он, конечно, еще выходит. Но сериал не тягомотный. И очень интересный. И страшный. Прикиньте, страшный сериал в 21 веке выпускать. Это же нужно удивить людей еще. Недолго. Это они со мной болтают. Это не я. Закреп сменили? А, я не знаю. А, я потому что стрим перезапускала. Оно так получилось. Это не я. Я дольше стримлю. Закрепа уже не было. Скорлупу течу. Нельзя скрепу. А кто в детстве ел семечки с крылупой, осознавайтесь. Бестыжие. Не смотрела, кстати. Ни друзья, ни бесстыжие. Ни секс в большом городе. Ни отчаянные домохозяйки. Я не смотрела. Не, не, не ты. Давай я тебе чуть-чуть дам. Но смотри горячее. Подуй. Прежде чем хавать. Ладно? Фуксик. Да. Подуй. Горячо же. Могу уходить. Передаю в добрые, надежные руки. Сладких снос-арматик. Надеюсь, я сегодня хорошо чувствую на работе. Я готовлю салат из солнца. Яйца, тунец, сыр. До сих пор кожурой. Здравствуй, аппендицит. Американскую семью из гетто. Молод 13-летний. Я не прям финат сериалов. Сказала я, которая пересмотрела бумажный дом три раза. И сколько? Да блин, бумажный дом еще топ-чек. Мне кажется, я все-таки забыла один ингредиент. Этот ингредиент кукуруза. Как у кукуруза. Да я не помню, чтобы кукуруза была в этом салате. Рис, да. Кукуруза нет. Но я не хочу рис делать. Не лежи с ножа. А ты денег не будет, да? Или чем? Или злой будешь? Господи, какие там приметы есть. После того, как мне... И не ем семечек. Но можно же есть очищенные семечки. Злой будешь? А я и так злая, а ты точно злая. В этой жизни. Кукуруза тоже от кукурузы? Нет. На ней было же видно ничего. Я просто не помню, есть ли в этом салате кукуруза. Но мне пофиг. Я уже без кукуруза сделаю. Я ее не купила. Надо было бы просто купить. Но я лох, пофиг. А как неудобно сиди готовить вообще. Я же высокая. Всю жизнь лежу с ножа. Ничего добрый. Вообще мрак, блин. Один из добрых людей, которых я видела. Вообще не орет. Я не слышала, чтобы он орал. Я превращаюсь в феечку по такому музыку. Это как Винкс, волшебницы. Вот я привыкла стоя готовить. Это очень удобно. В отличие от этого извращения, что я сейчас делаю. Ладно, я слишком хорошо готовлю. Кого вы верите? Я готовлюсь в третьего класса. Меня заставили. Меня заставили научиться готовить. Радыки. Потому что они работали слишком долго и поздно. Они приходили уставшие, они не могли уже готовить ничего. И они сделали так, чтобы я научилась готовить. Поэтому после школы я делала уроки и готовила кушать. Люблю сыр. Но там белок, который плохо усваивается у взрослых. Но это не факт. Я хочу побольше об этом почитать. Мне кажется, он не биздель. Не из мультика Леди Ба... Ну, похоже, да. Это какая-то такая прям очень веселая музычка. Не истеричка. Рою очень редко. Обычно я спокойная. И нахуй не шлю. Я тоже, считай, терпела. Не люблю это в себе. Я очень терпеливый человек. Но если разозлить, все. Это жопа, конечно. Ну, это он всех терпел, так. Так. Вот это я паврёнок. Может, ещё сыра потерять? Сыра много не бывает. Да. Толчок. Какой толчок. Терпелый — это тот, кто терпит. Я не терплю как раз. Я спокойно объясняю. Потому что мы сейчас прилепят пизды. Песня с Леди Баг, нет? Да может, да, я не знаю. Я не смотрю Леди Баг. Допускаю воздух ракеты в рюкзаке, но сигареты... А-а-а-а! Всё в порядке. Жалко, я только ногти вчера сделала или когда. Вчера. Боже, я, наверное, больше не буду эту форму делать. Я не могу с ними вообще... Я чувствую себя беспомощной максимально с такими ногтями. Что у меня есть поесть ещё? А Таймари? Нет, сейчас его не буду включать. Я сейчас пошутил. Там играет рандом, пусть играют. Я не против. Так, а теперь нам надо как-то-то не закрыть. Я понял. Надо вилочку помыть в пять секунд. Иди учись читать уже. Отстань! А чё? А чё, не так и не так прочитала, что ли? Не косячил, чтобы... Тебе от меня что-то прилетло. Ну, да. Я в целом, аж спокойный человек, чтобы косячить. А свою вину не признаём. Неудобно сидя в... В принципе, неудобно сидя готовить. Я всегда стою и делаю. Я же нормальный утонца купила. Филе кусочки. Да. Потому что нам в масле точно не нужно... А! Это что? Блядь, это что? Я думаю, это вода, которую нужно слить. Эй! Блядь, что это же жижа? Я заставлю. Я же читала, это нормально. Тунец! Соль пищевая. А что это за жижа? А что это за жижа? Бульон там-то. Пишу три сообщения. Первый игнор, второй читаю с ошибкой. Только вторую норму читаю. Ха! Извините, я готовлю кушать. Так в том-то и дело. Я начала сливать соус, у меня какая-то жижа падает. А должна была быть жидкость. У меня первый раз такой тунец. Фу, какой он мерзкий. Всегда просто жидкость была. Это же тунец в собственном соку. Ребят, что-то не так у нас пошло. Ронять телефон, чтобы потом были трещины на экране. У тебя с этим как? Я роняю, но я аккуратно роняю. Тушняк из тунеца. Блядь, я тунеца капнула на телефон. Да сам тут тушняк. Так. Короче, идите нафиг. Буду в этой жижи его выковыривать. Тушеночка? Нет, это целые куски. Я просто всегда беру разные банки, чтобы понимать, есть какая-то разница между ними, нет? Уже есть. Ладно, надо было переплатить 30 рублей, и взять нормальный. Да, кисюнчик? Блядь, я еще две банки взяла. Мира, подожди, тебе это достанется, тебе это достанется, ты не волнуйся. Вот только подожди. Блядь, что это такое? Интересный тунец какой. Арица однажды купила тунец, собственно, закол. А там скумбрия в масле. Она... Да не, пахнет-то обычно. Но, похоже, его не хотели почистить перед продажей. Все с ним хорошо. Просто он супер с большой жижей. Да, ну дела. Холодец взялся. Реально на это похоже. Блин, это же можно киски отдать? Это не масло, потому что... Блядь, все из копала. Это-то нет, это не я. Сосиску в пятерочке по 30 рублей. Там вообще это... Там не сосиска. Там туалетная бумага. Я только... У меня первый раз тунец в такой жижи попался. Да, это реально тяжелее какое-то просто. Киски, я, наверное, не буду тебе это давать. Я не хочу, чтобы тебе стало плохо. Сами его кружка, этот тунец грязный. Кстати, у меня Мерка любит паштет за 40 рублей. Красный из пятерочки. Она его любит. Надо, кстати, купить. Я просто давно его не видела. Вот его наест. Не знаю, из чего его делают, но если я наест, значит из мяса, походу. Тунец не жирный, поэтому странно. Так это не жир, это... Это желе. Но в составе желатина никакого нету и все прочее. Вот я и думаю, что это такое. Почему? Эй, пачки. Это мы что сюда лезем? Тебе кто разрешил? Ты так по кухне лазишь без меня, без спроса? Из мышей. Раз тебе есть. Убег. Надо поесть и спать уже. Заранее приятного аппетита тебе. Да, хорошего дня. Спасибо, Мерсюшкин. С приятного аппетита. Тебе тоже. Дай знать, как я тебе... Так. Ой, блин, а что? Так, беру тунца кусками, сразу в вакууме. Я в вакууме еще не раз не брала. Так, давай, знаешь как? Я тебе название скину, а ты себе запишешь. Там где-нибудь и потом, как на строе. Теперь послушаешь. Кому послушаю? Забронировать. Ну, я поняла. А чем еще? Кошек нельзя кормить домашней едой, только исключительно домашним кормом. Ну, яйца это, ну, типа, как? Природное. Это животное. То есть, всякую пирожку я ей не дам, конечно. Но рыбу, курицу она спокойно может есть, это животное. Дикое животное, которое... Предки которых это ели. Голос своего разума послушаем. Красиво, слушай, красотка, я где мой трек послужил. Разрез на нижней губе. Это татуировка белая. Сильно трясла? Может быть. Написался в банке, говорит. Скоро будет новая история о пробахах. Ой. Прохождение ссылок. Отстань. Мне кажется, ты меня немножко не любишь. Зим. Блять, кто ты, Мариарти или Мариадок? Ты Мариарти. Ты у нас Мариарти, да. Тот Мариадок, а ты Мариарти. Господи, кто есть кто? Кто-то профессор, кто-то гном. Но... Донейшн только с компа работает, да? Нет. Ну, если музыку заказывать, да. Мила, ты смущаешься. Однако. А чё, а когда было, чтобы я смущалась? Не ври. Не было такого. Я забыла донаты включить, честно. Не? Я трогать руки не буду, они грязные. Спасибо. Да, блин, там Аврил Лавин играет, классно. Кошки едят листья салатов. Листья... А как, странно, что они листья салатов едят. Ну, домашнюю еду, да. Блин, ну понятно, там пицца какой-нибудь или применение мини-буш, кроме джекошку. А дать эти же яйца, мясо, рыбу. Чё ещё, чё ещё природное есть, не знаю. Молоко... Не, молоко взрослым нельзя. Спокойно можно. Что значит, молочная еда? А, не знаю, у нас в семье всегда собак кормили всякими этими... Кашками. Рукава закатали? Они закатаны. Я не в рукавах не волнуюсь, у меня рукава гораздо ниже, чем еда. Нет, я не испачкаюсь. Я много лет готовлю уже. Кошка, которая воровала помидор... Может, ей чего-то не хватало, что она ела помидоры? Ну, так-то помидоры, это тоже природное. Давайте начнём с этого. Листья салатов из... Салатов это клетчатка. Их можно... Да, забавно. Три-четыре длины. В этой кухне не закатать. Я максимум закатала, что могла. Кисунчик, что ты там делаешь? Зачем ты мои ноги нюхаешь? Ты пришла с другой стороны? Думаешь, с этой стороны я тебе что-то дам? Нет. Привет, красивый тренер, привет. Кошка, что нельзя? Есть не будет. Ну да, наверное. Рукав подборотом делал. Так он уже в подбороте, он уже в подбороте. Просто ещё больше подборот не выдержит похоже. Да не, я говорю, я чисто... Вот, смотри. Я готовлю, у меня за вот эту линию не заходит рукав. Не волнуйся. А второй рукой я вообще не трогаю еду. Я тунец пытаюсь очистить от хероты какой-то. Обнюхает твои ноги, откусит палец. За что? Она голодная? Нет, она не голодная, она просто дикнет. Она чувствует рыбу. И она хочет, чтобы я ей дала её. Но я не дам. Она вредная очень. За что её давать? Снимай кофту. Ну что, так сразу? Ой. Короче, больше я тут тунец брать не буду. Там не было нормального тунца в магазине. В перекрестке есть, в магните не было. А я в магните была. Уставаю секрет. Я же хотела грибы взять со сметаной и чёрным хлебом. Я забыла. Всё, надо грибы взять. Хуже завтра возьму. Завтра болею, у меня как раз мягкое есть. А что? Ой. Есть кот, который ест даже хлеб. Причём его и мне кормят. К птицам кормушку! Мне кажется, вы растите какого-то партизана. Ой, боги, извините. На, он лифанец. Я не вредный. Но ты не вредный. Да, если он с окошки, если съест, то он досъест, конечно. Потому что он пахнет нормально. Хочется сорвать прямо сейчас, сорваться, приехать к тебе, погулять, пообщаться. Я не гуляю. Ты можешь приехать, но я не буду с тобой гулять. Блин, что за привычка к стримерам ездить гулять? Где вы ещё такое взяли? Как-то быстро тут тебя раздеть решили. В основном раздевают после ужина и перед кексом. Вообще, обесценивают меня, смотри. Салкерство. У бабушки кот охотится на голубей. Ой, я помню, когда в частном доме жили, кошки постоянно приносили мышей и птичек. Типа они как тебе хозяину принесут, покажут, что они умницы, молодцы. А потом играются едой. Едь ко мне в пивную сходим. За твой счёт. Причём? Ты его напоишь как раз. Мне кажется, это какой-то второсортный просто тунец. Да. Со мной пойдёшь, Гуля? А по сути, я же могу салат едать. Тут сыр, тунец и яйцо. Я могу просто это перемешать и дать ей. Она же это всё будет есть. Мерчатся, я салат дам. Потому что тут всё человеческое и природное. Не домашняя еда, как они говорят, честно. Привет, программист. Ни с кем не пойду гулять. Я вообще женщина не гулящая. Чё вы тоже к мне пристали? Ой. Ой. Ааа. Это мы всё вымогим. Это мы всё вымогим. Первое и главное правило. Не встречаться. Да. Видели собаку, которая за рыбой охотилась? Прям. Да, видела. Я видела много таких видео. Таким себя говном чувствую. Что делать? Похоже, нужно пора поднимать те настроения. Я не знаю как. Мне когда грустно, я просто перетерплю это. Ну, переживу это настроение и всё. И потом само всё приходит на круги своя. Не стоит кошки в большом количестве. А тут маленькое количество. Ну, то есть, типа я просто и размешаю и чуть-чуть совсем дам. Это мы куда залезли? Мужчина не нужна. Отписываюсь, она как одувочка. Ну так-то, если кто-то прям очень хочет, 23 февраля я поеду на Эльбрус. Можете поехать со мной покататься на Эльбрусе. Там будет очень классная тусовка. Кисюнчик, давай я пойду тебе чуть-чуть дам. Го, ну я серьезно, я-то еду, а насчет вас не знаю. Только вам нужно до Пятигорска или до Минеральных вод добраться. И оттуда вас мы заберем. Ну, тур. Туром едем. Мужчина, как это выкидывать? Какая-то какая-то. А где что, Минеральные воды или Эверест? Ой, Эльбрус. На Эльбрусе уже был трижды. А я вот первый раз буду. Я на таком не была. Все только предстоит. Вот на день рождения поеду на Эльбрусе по возможности. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. sports spokesperson. Тихо-тихо-тихо. Эй, эй. Оба, оба, ой. Эльбрус этот ваш за Гугли, больше недели до дома не нахожусь. А что, почему в доме не находишься? Так, чуть-чуть салатика. Мы же не хотим обожраться, как последние скотины на ночь. Кого я обманываю, так и сделаю. Вот так вот. А эта пойдет в холодильник. Я тоже люблю путешествия. Особенно, когда это будет спектр еще. А еще есть очень веселая компания. На Эльбурс собирается веселая компания. Эй, ты куда залезла? Я все забывала скинуть рецепт самых офигительных бутеров. Вы как только их один раз делаете, все. Вы больше другие не захотите бутерброды делать, отвечаю. Я уже это проверила. Я уже скидывала рецепт человечка. Блядь, блин, я там все испачкала. Мира. Приятно, где-то спасибо. Боюсь, чтобы не натворил. Подожди, сейчас, подожди, прочитаю. Там не очень неудобно. Я тут скидываю эту белую жусть. Надо использовать этот... А! Пять испачкала все. Я сейчас все прочитаю. Все прочитаю. Я с... Ой, блядь, как сесть. Боюсь, что... Так, чтобы что-то не натворил. Не специально, а из-за растительности. Чтобы я не понимаю, что вокруг происходит. То, что делаю. Но ты же отдаешься отчет, что ты делаешь. Поэтому ты не должен накосячить. Нет? Да, я не думаю, что это серьезное будет. Если тебе совсем плохо, ты можешь написать. Мы с тобой поговорим. Ну, не на стриме, конечно. 23 по 25 число. Не игнорирую. Я серьезно. Это уже серьезно. О, ну функционал организм. Организм спокойно обрушает. Доставки их свободы. Эй, эй, эй. Я солю, подождите. Я солевая душа. Ну, нормальная соль, если что. Еще сказали купить розовую соль. Почему? Потому что в розовой соли много магия. Будем пробовать. С 23 по 25 тусовка. Тур. Тур. Просто я в этом туре еду. А если вы поедете на тур и скажете, что вы это с Аньки Минтером, еще скидочку делают. Вот так вот. Потому что я сказала, что мы им, ребятам, вот если со мной поедет кто-то. Он такие, да, скидка цена такая, ну давай. Розовая соль дороже. Это незначительно дороже еще. Ну, то есть нормальные ценники я купила. Что за сколько? 80-90. Бо, красотка. Как залететь? Я через пару дней ссылку сделаю в описании стрима. То есть ты можешь либо через меня записаться, либо я сделаю ссылку, прийти там в регистрацию. Но тогда при звонке, когда будут подтверждать, что ты поедешь, нужно сказать, что от меня. Только тогда тебе сделают скидку. Это мы так, ну, смотрим, сколько людей от меня придет, чтобы человек понимал, хочет он со мной сотрудничать или нет. Ну, чтобы я была ампасадором. Туров. Ну, чтобы рекламила его у себя. И йод-то дольют. А нормально мне видно, не слишком темно. Там два классных тура. Один в феврале, вот на 23 февраля на мой день рождения. И следующий тур в 20-х числах марта. Там будет какой-то музыкальный фестиваль на Красной Поляне или на Сочи. Там тоже тусовка будет. Ну, обычно соль, да, дешевле будет. Но эта не супердорогая. Жду информацию. Все. Смотрите. Ой, блядь, рука запуталась. Я пересолила. Пятный аппетит, спасибо. Спасибо. Я выделяюсь в смысле. А, поняла. Ну, это хорошо тогда. Спасибо. До какого числа надо деньги унести? Ну, пока места не займут. Если места останутся еще, там, допустим, 20... 20 февраля, можете 20 февраля оплатить. В зависимости от того, ну, как-то места занимают. Не знаю, можно ли забронировать это, нужно все узнавать у человека. Наверное, можно что-то предоплату внести, потому что оно все-таки 18 тысяч. Спасибо. Я так помню, что лото я пересолила, реально. Это кто из вас? Ну, или ладно. Ну, вот и влюбилась из вас так и быть. Сознаюсь. Али, все, о Катаре виноват. Окаянный. Папочки. Блин, неужели это место такое оказалось? Соленый. Очень странный танец, вот раз мне попался, правда. Больше мы не имеем. У меня еще две штуки болгарского перца в холодильнике. Чего не делать? Надо салатик делать. В меня я так и знал. Диетический салат оживет его с мужиком. С майонезом, хотя бы хотел сказать. Я очень маму майонеза делают еще. Ну, как бы тут мне особо скажут, что есть майонез. Мне так и кажется. Он почти сухой салат. Я очень мало его добавляю. Кого еще, кроме меня? Лясь фигавый, конечно. Тогда получается, вообще, в каждого влюбилась. А еще, что будет охуенное в туре? Это же в феврале, которые. Просто два тура, и я вообще путаюсь, что в каком, что. В февральском туре будет баня. Пацаны, пойдем с вами купаться в баню и в прорубь какую-то. А что это пищит? Пойдем в прорубь купаться. Вы видите, стрих. Блядь, вы мне жопу увидите. Вы будете всем говорить. А я видел, а я видел. Ну, а, кстати, вот на Сочи, если тур ехать, офигеть. В Сочи капец дорогие подъемники. То есть, если на Эльбрусе ценник адекватный на все снаряжение, на скипас, ну, который тебя поднимает вверх, чтобы кататься, то на Розе, на Розе в Сочи это 500 капец дорого там. Я офигела. Короче, я поеду в Сочи, в сочинский тур, но я не буду кататься. На Байкал тур распроданы. Мы договорились о туре в феврале и в марте. Жоп на малом, а моя одна-единственная. В единственном экземпляре. Скипас это пропуск на вершину. Да. Ну, чтобы тебя в кабинках везли. Смотрел цены, а в Стамбул дешевле слетать в отпуск, чем в Сочи отдыхать. Так, конечно! А, подожди, в Стамбул? А сколько в Стамбул? Ну, давай, давай. Потому что, смотри. Чтобы в Сочи отдохнуть, ну, сам тур стоит 19. Ну, и плюс туда все там борды и эскипасы. Если ты не катаешься, то ты просто за 20 получаешь... Что получаешь? Блядь, там что-то я забыла, что там в состав входит опять. На каких условиях договорились? Ну, мы смотрим, сколько от меня людей придется, чтобы условия какие-то договоренные были. Так говорит каждая. Ну, ничего. Снова увидел в ролике очереди в Розе, простите. А ты знал, что на Розе 4 курортника? Ну, как? Короче, на Розе... Ну, короче, в Сочи, на Розе. 4 места катки. И мне чел, который организует тур, рассказал, что на Розе меньше людей, чем в Архизе. Потому что там на Розе 4 разных спортивных комплекса. Я только об одном узнала. Наверное, поэтому там у людей меньше. До скорой встречи. До скорой встречи. Не тур смотрю, а билеты туда, на самолет 10к. Опачки. А кто это такой? Не тур смотрю. Блин, в Сочи, из Москвы, допустим, в Сочи, из Питера, в Сочи, очень дешево прилететь. Таблетки для памяти? Да, нужно. Я не приду туда. Я-то знаю, что ты не сможешь. Может, потом? Когда-нибудь вообще? Потом? Когда все закончится? Запомни это сообщение, пожалуйста. 4 ГЛЦ. 4 ГЛЦ. 4 Каталки, Горки, Город, Газпром, Роза Хутор и еще. Вот. И поэтому людей там меньше. У тебя чат для подписки включен на 24 часов. Программист, сделай чат, чтобы подписка, ну, ноль, ноль минут. Ноль минут сделай. Жилье, еда и так далее, например, снять апартаменты на неделю. А снять апартаменты на... Подожди, это ты сейчас про что говоришь? Про Стамбул или про это? В принципе, на Розе что-то снять, это очень дорого. А здесь у тебя 3 дня проплачено. Запомнила. А они находятся? А, все. Я не знаю, как в Стамбуле. Ну, а вот, допустим, когда я ездила в Сочи, просто в Сочи, Адлер, чтобы там поездить, ночью одна была полторы тысячи. Ну, тысяча-полторы тысячи. Нужно уметь найти. Просто. Мне нужна вода. С весом можем позволить. Газпром халявно. Отель нам тоже достанется в комплект. Так как я работаю в Газпроме. Ну, ты, да, ты халявщик в этом плане. Так что... Они все же работают в Газпроме. Сейчас бы быть маленьким... Сейчас бы быть маленьким стримером с 24-часовым порогом для чата. Ямите кудасай! Ты держись, Акатарий! Привет, Павелло! Мы кушаем. Газпром не знаю. Я ни разу не была там. Пишешь о окру той заправке для салата, а стример игнорит. Значит, повтори. У меня видно три последних сообщения чата. Что ты хочешь? Я, конечно, не вижу. Пиздец большая. Если вы... Если кто-то из вас кушает, тоже приятного аппетита. Я думаю, сегодня такая домашняя. Здравствуйте. Ух, есть встала. Хуизия? Хуизия не зовет меня к себе в гости. Она только ко мне ходит. По сути, у нас каждую пятницу кукинг. Но в эту пятницу я буду болеть, поэтому я не буду звать. Ну и истримить. Я минимум два дня буду болеть. И выходные, наверное, тоже. Из греческого йогурта? А, знаю! Знаю, но я не ем маслины, и я не ем корчицы. Но можно еще сметаной заправку делать. Блин, сметана, если она свежая, она вкусная прям. Оливки тоже. Да я и говорила, что надо при ней в гости сходить. Я ставлю, ты че? Это один... Это один из самых вкусных салатов в мире. Не оставлю. Потому что это мое. Это мое. Ты же мне не даришь 3D-машинную печать. Ну ты понял. Да я не знаю, ни корчицу я вообще не люблю. Фу! Как можно корчицу любить? Хренадеры, хрен вот это все. Фу! Вы извращенцы! Я за зарядкой. Вот я сейчас доем и стрим закругляю. Потому что все. Я буду спать. Компания, в которой я работала, у меня была дочку. И она называла также Хуизи... Называлась. Классно. Классно. Да прикольно же еще. Халапе... 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 Эти ваши... Да. С нетерпением жду нашей встречи. Когда в последний раз пробовала маслины. Со времен вкусов. Недавно. Не нравила. Не нравятся мне. на кончике чайные ложки оливкому сыну блендером добавить буду рад пообщаться но там понимаешь как бы да тур то это хорошо но нужно ехать в тур не из-за меня и за тусовки то есть как бы не надо со мной пяточком ходить там все взрослые люди сладких снов зачем когда есть чили перец короли а каролина же вроде супер острая нет что-то я про нее слышала у тебя есть что перекусить программист чили каролина острая халапеньо халапеньо я думала халапеньо она каролина сама свободно надо готовить значит она приготовить и покушать и поднять себе эндорфинчики для моих глаз парковка это очень уютный стример это очень уютный свитер приятного аппетита бебе поднимай жопу и готовь может тогда настроение поднимется наелать но из-за того что я заправила салат нужно дырять я ем салат и суньцом перец буду спать нет кошки не отдам спасибо вот из рейзих здоровых спасибо я не как не осталось до конца отпуска мази кошки нельзя о половину отпуска испортили кто работодатели кто-то из своих пупышки нужно надавать очень сильно ругать ничего не переделаем ночной зажор перед сном а я все равно в 2 засну короче я не знаю может такое было и раньше но я увидела совсем недавно арахис вы ели такое если ругай 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 можно разрешаю не а там только прикол это арахис в соленой карамели я просто увидела сегодня никогда раньше не видела точнее просто не обращала внимание а сегодня я увидела и такая были я это хочу это вкусно ну типа сотка стоит ну то есть я уже чуть-чуть от его тут было побольше честно это вкусно а это знаешь у меня гипермаркет магнит в простом магните нету в гипермаркете наверное есть или в каком-нибудь большом девушке это святое не могу ругать тогда скажи что я не ты недоволен ее поведением ну прям мед не прям но это вкусно реально просто я привыкла есть арахис соленый а то соленый карамель он сладкий но в меру сладкий и соль и соль чувствуется это капец вкусно но очень калорийно ну типа в одном этом пакетике тысяч калорий может беременная сам ты беременный я для я не ем я ем все только самое вкусное салат полезный тунец сыр и яйцо очень полезный салат а это чисто себя побаловать не надо чувствовать себя говном это твои эмоции на другую я вас вместе вообще не люблю брать миндаль фундук в какао порошке в какао порошке не пробовала но часто беру миндаль и фундук просто в пакетиках чтобы перекусить шурик вышел из сумрака так в продаже видео в красном-белом а ну может да есть другие производители но мне нельзя много арахиса улица и во многое не съешь но хотя нет наоборот действующие здесь пакет можно съесть за раз куча времени сайт давай винишко у странночные посиделки я не знаю учитывая что я сейчас буду пить всякие антибиотики мне долго нельзя вот такой наверно альтернативу это подборка мне просто я потяжелее музыку слушаю 200 грамм орешков в день на один перекус ок да но не за раз и вот не таких вот сладких иначе тут тысяча калорий дано пойдет острый не надо я знаю что такое острый перцы я ненавижу острое в глобусе орехи не брать а я раньше в глобусе и брала арахис в кокосе а вот здесь я не могу найти нигде арахис какой свежий он весь такой двухмесячной давности и он очень твердый червяки привет ума лучше правда честно сразу чем потом мягко нежно на на орех от есть так сказать да но блин так то подумать арахис это хороший орех да самый доступный но в нем 30 грамм белка и жиров это полезные жиры и белки для волос для кожи и для строения чего мышц 20 грамм ну ты наверно большой у нас это поменьше было 200 грамм для офис ташки тоже то электрические щетки в лес отказывать обычно чистить надо это к чему от электрической что-то к темно это я так захотела прекрасно и спасибо умыч фисташки топ а еще топ орехи которых макадами орехи макадами это просто ешь какую-то большую сладкую семечку боже орехи макадами это очень вкусно но они они такие калорийные такие жирные спасибо что-то на богатом я сегодня все пока акции покупаю ладно не все допустим мясо нормально покупаю но орешки если есть акция почему бы не купить орехи долго могут лежать самый арахис самый доступный да мне дешевле брать кешью фисташки у нас арахис самый дешевый кешью очень дорогой фисташки еще дороже пить не курить месяц после установки импланта то есть если я завтра поставлю имплант мне нельзя месяц пить я просто не закупилась основательно оришки макадами за ваше здоровье блин однажды получил премию купил кедровые я кедровые кстати не пробовал ни разу попробуем макадами бэви тебе понравится и так хотела сделать вечер кальянного рэпа такого на мияги слушать и пить вино макадами ну зачастую да макадами вымачивают в сиропе но они не настолько сладкие так что они вкусные нет я без лакашки то легко справлюсь но я снова года не пью и я хотела просто вечер какой-нибудь там выпить с балтикой написано в клан первый раз в жизни а мне пить нельзя я не могу с тобой разделить это спирт и дезиндул так то да но алкоголь расширять сосуды из-за чего может кровь потечь комедию какую макадами вымачивать ну слушай я видела как делать желешки алкогольные ты просто смешиваешь водку там не знаю допустим какую-то газировку или что-нибудь еще или апельсиновый сок желатин добавляешь и разливаешь по микроформочкам и в холодильник и в итоге ты получаешь алкогольное желе я хочу это попробовать в пятницу нельзя все я завтра зубы делаю кожи пить нельзя мне какая форма ну знаете мелкие формы там не знаю для льда не для чего-чего-то просто туда заливаешь и все желейки из желатина но говорят жиле для костей полезно а это вело ты чё к нам забежал и все ты молчишь или ты прям забежал и ушел блин если он ушел как он мне ответит ладно не знаю из всего мне нельзя сегодня напиваться завтра с утра в больницу встроенный флягой алкоголя сверлить дабы завтра десной кость нельзя сегодня накидываться сейчас засуды будут расширены завтра утром без формирования коронку ставить будут это так делать хотят сильно врачей ну подожди без формирования смысле мне вкручивает имплант а коронку мне через два месяца будут ставить пробовал желейные шоты а сашка игнорит как всегда да сейчас где желейные шоты мы на новый год делали и че как и че как тем уже ваще да чего есть не хочу пить и не пью сегодня очень красивая фасипа и дейши песня классная вот из водорослей я знаю справедливо из из водорослей мы кидаем за стримера одобряю отъедается пока может да потому что по-любому я буду опять всякими крем-пюре питаться потому что когда те что-то зашивают нельзя твердое рекомендовали и не торопиться и полгода походиться плантом перед тем как у сына а да мне в разных больницах говорили разное но я пошла по рекомендации одного хорошего врача к другому хорошему врачу можно не в разных городах блин крутую песню задонатить когда мне придется встать ее включить то можно мне придется встать и включить ее но мы скоро уже в таком-то пойдем смешной поступок жизни серьезно рендекс да норм носоки лучше делать понял да ну везде разные технологии это факт спасибо спасибо да у меня же так темно было кронка вкручивается в челюсть где с ним зашивают разрядано чтобы восстановить реформирователь и ходишь с ним тесно когда фронуется потом выкручивать реформатель мне кажется дело случая и дело опыта врача у меня какие-то мне ну в больницу которую мне посоветовали там они капец какие-то умные все речь ну блин да нужно хороший сок брать стопроцентный блин надо попробовать а чего ты просто берешь выливаешь ну блин я водку не хочу я ненавижу водку а а что у меня только водка с короче водку сок желатин и формочки да какой алкоголь лить вот ликер можно ликер же у меня же кстати а ладно мне не только разгу можно же кстати ликер лимончеллу какую-нибудь с лимонную соком апельсиновым чисто цитрус цитрус у меня нету густит еще ты адресом ошибся ге-мо-ка-о-у-льт ну и уж кладку мне предлагали израильские импланты корейский но я выбрала корейский не знаю мне доверие корее потому что корея не знаю на 200 лет вперед нашего живет только так всякие операции делают мне кажется у них там это все очень хорошего качества немецко вот именно только израиль и корея была белом роме виски бурбони можно же с текилой текила со спрайт ай блядь спрайт короче маленькую бутылочку спрайта текила а с каким соком текилу мешать джин джин да вообще все можно только нужно значит смешивать я доела ай луэ ай луэ ай луэ ай луэ ай луэ текила нанана о кстати луэ корее да ты чем наелась и спишь? да Наелась и спит поразитка. Наде на честь? Ну да. Подожди, ты жилет оставишь в холодильник, а не в морозилку. У нас есть такое вкусное вино, но мы его еще не пили. Мускатное. Франция. Шато перюше. О, сладкое. Из виноградов. Боже. Думаю, понравится бодрое. Я вас понял. Давай я когда вот сейчас в ту комнату уйду, я включу. Потому что у меня есть телефона. Как странно видеться от зеркаленого. Яблочный сок универсален. Так, коктейли. Текила хорошая, можно с апельсином, ананасовым добавить. Кислинки лимона. Корейские хот-доги. Теперь корейские импланты. Жесть, быстро они интегрировали, вообще быстро. Это прям охуенно вкусно. Так, подожди, что ты пробовал? А, текилу с томатным... О, боже. Можно сделать белый глинтвейн. Короче, у нас все такое очень вкусное вино. Но я его оставила для лучших времен. Еще, ну, знаете, что есть? Но это я не знаю, когда я буду это пить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Картон трежется. Глинтвейн я больше делать не буду. Я не знаю. Сказали, это вкусный коньяк. Соль пред стопкой. Вкусовые рецепторы пью, чтобы почувствовать. Боже, нет, ужасно. Через знакомого не выложили мне в России. Это что за импланты такие? Коньячок вкусный. Вкусный, ты пробовал? Так, как там тут почитать? 40 градусов, отлично. Ему 6 лет. Ему 6 лет. Этого достаточно, что ему 6 лет. Да, слишком маленький вписк. Я не могу сейчас это прочитать. 6 лет, Карл. Я в ахуя, девочки. А что, это 6 лет? Это много или мало? Мне так кажется, очень много. Нет? В школу пойти. Ой, будь добра. Нет, не плесну. Надо, да, для такого сказали, нужно прям бокалы покупать. Немного. О, ноги болят, ноги болят. Ой-ой-ой. Трек в тег. Трек в тег срочно? Уже не смогу, наверное. Яндекс музыка, подборка такая, там есть только стопы вперед, назад там нету. Я посмотрю, но она вряд ли. Храни до победного и храню. Так, хорошие тебе подарок дали. Да, мне прям очень хорошо алкоголь выбирают. Цена бар свыше... Так, у меня сейчас цена бар свыше одного миллиона. Ну, поверишься? Самое то, все, что выше, очень дорого. Выдержка. Так, блин, я пошла на компе читать чат. Ой, где мы остановились? Вот, что заказал, да. Вкусный Нелли Брус, но его надо будет сразу распить тогда. Ну, можешь попробовать, если хочешь. Я не заставляю, но можно. Что, хотите меня дохрюкать Нелли Брусе? Выдержка от магазина дома у дешевых. Ой, добрый вечер с юга, откуда вы я с Краснодаром? Ты косяк? Нет, надо было просто быстрее написать. Так, сейчас понравится песня тебе. Гелендвей с Варейом посмотрим, что после него скажешь. Можно не варить Гелендвейной больше? Так, понимаем, мне совсем на новом... Что? Меня не признали совсем на новом. Но если ты скажешь свой ник, признаю. Малафья. Малафья. Сперма. Серьезно? В поиске? В поиске нету. В каком поиске? История. Да, история есть, но... Я не знаю, у меня эта история кореново работает, потому что я часто пропускаю треки, которые мне нравятся. Их нет в истории. Радио включила. Нет, я сборку включила. Так, твоя дорога Красс. Питер. Обратно будет стоить меньше бутылки виски. Поздно прочитала. Классная музыка, правда, стримера не слышно. Да и пох. В смысле не слышно? Я ору, слышно? Нахрюкаться на Эльбрусе, потом идти на автомате домой. Нет, мы нахрюкаемся и пойдем в баню. Я бухой сменил ник, теперь два месяца сидеть с этим, чтобы вернуть... А какой прошлый ник? Ари, громче, все. Это все, да? Кончилось? А, нет, ну почти. Да не громко же играет, что вы гоните? Байан, да еще лучше. Нам видно хорошо. На красивом написано было. Очень красивый. Это ты? Очень красивый. А, нет, реально трек закончился. Так, история треков, да, открыть? Вот это? Вот, это предпоследний трек, это не он. Который тебе понравился. Если я перезагружу... Эй. Нет. Короче, если я запомню, я скину тебе этот трек, но я запомнила, что тебе надо. Настроение и жанры. А какая у меня музыка играла? Я не помню. Радостная, да? У меня радостная играла. Короче, я постараюсь запомнить, если я услышу этот трек, что его нужно тебе скинуть. Держа. Просеяла трек, прошел Петров. Да реально, я говорю, не работает. Я открыла сейчас историю. Не было этого? Потому что не первый раз у меня это уже. А, или подожди. Секундочку. На Яндекс.Музыке в моей волне, но там можно назад листать. Ух, сука. Видишь? Нету кнопочки назад. Есть только стоп и вот это. Если я открою историю... Ладно, сейчас она появилась, ее не было до этого, так что... Ничего ты не понимаешь. Это радио, сам ты радио, это не радио. Я выбираю музыку по жанру, по настроению. Я выбрала музыку по настроению и включила радостное. Это не Яндекс.Музыка, но я на Яндексе слушаю, а Алешка... Покупала... Так, когда-нибудь покупала спарринг в супермаркете. Большую корзину продуктов на кассе. Смазку тут нет. Смазку только либо в аптеках. На, кстати, на... Блядь, господи, на Балбереце. До хера всяких смазок. Вкусовых много. Классных. Почти получилось сделать нормальный салат. Главное, чтобы он был вкусный. Самовывозом из СПБ... Нет, это ты мне с ДЭКом... Ну, почтой либо с ДЭКом пошлёшь. Так. Два сервиса с музыкой. Яндекс.Радио, Яндекс.Музыка. Я на Яндекс.Музыке, а не на радио. Отстань. У тебя такая жопа замечательная, что мне тоже надо салат. Ой, подожди. Мне тоже надо салат. Просто кушать такая красивость. А в смысле? Наоборот, салатики нужно есть. А майонез я очень мало... Ну, может быть. Потому что я мало ночи, моя назовем. Так. Нет, так дела не ведут. Сказала свои условия. Я сказала своё. Чё ты там сказал? Токсик, на. Погнала спать спокойной ночи. Ещё на работе. При... Ой. Подержаться, потом выходной. Давай. Ой, продержаться. Давай. Всё. Выходной скоро. Так, наклоня. Блядь. Я поняла. Я поняла. Я наклонялась. Да, прикол в том, что в зале интернет ловил только на месте. Сзади жопы. Не сбоку, сзади жопы. Вот реально я такая, блядь. Ну, как бы... Извините. Ничего. Не успеваю. Давай, давай. Сладких снов заранее. Тоже сейчас закругляюсь. Две минуты, и я закругляюсь. Так, хочу. Сейчас в случае... Так, подожди. Мне пофиг. Жру много, что хочу. А сейчас, учитывая твоё настроение, ешь, что хочешь, сколько хочешь. Кушать. Главное делать то, что тебе поднимает настроение. Весна на дворе, люди сидят на... Так-то идёт январь. Январь идёт. А что это значит? Январь кончится, всё. Я вот сниму эту кофту. Так и будет. Но пока я имею право сидеть в новогодней кофте. Стример попу показал. Ну, сегодня на зале, да. Ну, сегодня ужасные качества в зале были. Давай, сладких снов. Сашенька, зайка, доброй ночи. Да какой с позором нет. Буки на Wi-Fi поставили нам... Ой. Послали нам просто смертным такой ракурс. Лядя, я сейчас зайду и посмотрю. Оу, еее. как тебе этот трек спасибо за поддержку опа опа чё у нас там типа прошлый трек легкий был поддержку так могу поддержку есть от месяц бухать за двоих нет я сама хочу не я сама уфа с гордостью вот музыку дослушаем и уфаемся когда у меня по питанию 3500 а у меня кстати мало по питанию заланьте голосовую команду что не голосовая команда не будет сейчас работать с телефона она не работает вроде давай проверим но она не работает где краска очень даже способлять когда-то ну типа под столом есть подставка там колонки стоят сука как же это больно нося а потом вы спрашиваете почему я читать не умею вот знаете сколько раз под стол лажу лёть будет шишка определяете калории это нужно взвешивать и приложение скачивать которые знают колораж всех продуктов там даже не нужно вручную водить допустим если варишь какие-то макарошки или кашу ты просто сканируешь пачку или qr-код там какой-то и приложение само находит этот этот товар и ты просто вводишь количество граммов которые ты используешь банка ананасов банка кукурузы 200 грамм мазика вроде отлично отлично все посчитаем дефицит мало тренируюсь привычки ну ну мне кажется до 300 и тема как лайк просто я ставлю лайк этому треку не этому вот этому все очень классно трек не по тот стол лазишь платят за такие за если те не платят но к сожалению не платят паразиты до 100 ой подставка голову мужика удаляется было бы если ты жопу спалила жопа на тренировках была спалена уже про месяц прошлом по моему сильно выросли ну на сантиметр где-то отросли так слушай там эффект после трех месяцев нужно курс проходить с первого месяца ничего не будет чтобы ты понимал фаза роста волоса зарождение волоса луковица волосяной три месяца стадия выпадения волоса тоже три месяца и музыку слушаю не могу вырубить то есть чтобы волос вырос он думать три месяца чтобы выпасть он думать три месяца от месяца у меня ничего не играет роли под стол а так это краска хотя бы не открылась нет она изоленты между прочим периму она реально перемотана изолентой видите изолентой блять зайдет рэк да классно только мы сейчас пойдем спать уже все мы отключить блять больно-то как да если бы она не упала все было бы хорошо ты есть и так мозгов не особо много в голове махи все за месяц потеряешь такое кольцо волос как у тебя вырастет да это вечный круговорот но если ты если у тебя в организме повышается уровень ферритина и допустим ты используешь какие-то внешние препараты для улучшенного роста то волос будут расти больше чем выпадать их вид их вид не больно видели звездочек так а вы и не увидели бы на всякий случай просто заметочки делаю а то такой сращать я был по поводу этой сыворотки вроде подобного кролика получаешься да смысла какой срач сыворотка охуенно в ней собрали все компоненты которые сблагоприятствуют быстрому росту волос из-за рождению новых этих которые спят которые дрыхнут луковицы если бы не полезла и поднимать да но микро скоро будут красить поэтому нужно было пол первого все я в руку все спокойной ночи спокойной ночи сладких снов было очень приятно с вами по ебать просто по первому блять ну какого хуй салат жрали пиздос до свидания мне может все спокойной ночи сладких снов была рада вас видеть увидимся когда-нибудь еще в телеге буду телега ссылка на телегу выше если я захочу когда-то постримить я вам напишу в телеге всем пока сики и Продолжение следует... Продолжение следует...